Добрый вечер! Государство желает нам долгих лет. Вы напрасно подумали, что оно желает, чтобы мы побыстрее сдохли, и долгие лета это из той самой печальной песни, являющейся молитвой. Нет, государство желает нам долгих лет и мечтает, чтобы мы не болели, и заботится о нас, кто не в курсе, и помогает нам найти верный путь в поиске утраченного здоровья, опять-таки, если кто не в курсе. Например, для этого оно помогло бабушкам и дедушкам отказаться от таблеток в пользу активного образа жизни и монетизировало льготы, выгуливая старичков на свежем воздухе демонстраций в тесном контакте со здоровой молодежью из ОМОНа. Вы помните по телевизору, как замечательно эти две категории граждан проводили время в весьма-весьма оздоравливающей подвижности. Также, например, чтобы мы свое здоровье не утратили, государство нас уберегло от нечистой воды Боржоми. Она несколько лет подряд была неподобающего качества, и наше государство ждало, когда же грузины наконец все негодное сольет, и из трубы пойдет уже нормальная Боржоми, чтобы мы наконец-то получили возможность пить здоровую минеральную воду. Этот момент настал, и скоро в наших магазинах Боржоми наконец-то появится. Спасибо заботе государству. А также для того, чтобы мы, в общем, со здоровьем были как-то дружны, всем водителям страны добавят бодрости и сил новыми правилами прохождения медицинского освидетельствования. Для этого Минздрав сел и разработал специальный новый приказ, он сейчас уже потихонечку обсуждается кулуарно, но ни в коем случае не выносится на наше с вами обсуждение, в котором как раз и прописан порядок медосвидетельствования, причем не просто так, а на наличие противопоказаний к вождению. Если вы помните, вот первый такой очень серьезный шаг сделал как раз генерал Кирьянов. У него был дембельский аккорд, он уже потихонечку отправлялся в мир иной, то есть туда, к небожителям, в ранг заместителя министра внутренних дел, и теперь-то он как раз борется со всей транспортной безопасностью, а тогда был всего лишь навсего гаишником. И вот на излете он как раз усугубил неподкупность медсправки, украсив ее такими водяными знаками специальными. Это сразу предотвратило коррупцию и сделало абсолютно всех потенциальных взяточников недоговороспособными с врачами, которые, конечно же, тоже соблазн падкия, но вот тут все и прекратилось. Он одним мастерским жестом взял и добавил нам бумажного здоровья, а, конечно же, коррупционную составляющую полностью искоренил, хотя мог бы и не стараться, потому что Нургалиев перед ним все-таки успел дважды победить коррупцию в МВД и во всех сопутствующих структурах. МВД задает, у нас тон в обществе по отношению к коррупции, поэтому Кирьянову, в общем-то, ничего серьезного не выпало, но молодец, с правочкой он вопрос решил. А Минздрав считает, что не до конца. И вот поэтому теперь у нас разработан специальный документ, медсправка нового образца, и к ней прилагаются совершенно фантастические правила прохождения медицинского освидетельствования. И успех затеи в том, чтобы водитель ни в коем случае не успел получить справку за один день. Сейчас это возможно, а впредь станет невозможно, потому что водитель обязан продемонстрировать шоферскую выносливость и запас здоровья на несколько дней. Представляете, а если он потом за грузовик сядет, а как вот этой без проверки на выносливость его можно пускать за руль? Нет, пусть он побегает по кабинетам, пусть он побегает по врачам, причем ни день, ни два. Это километры беготни, это может быть даже несколько недель беготни, если не сдохнет, станет понятно, да, действительно, можно человеку руль доверить. А иначе как? А иначе что еще сподвигнет этого человека на оздоравливающий бег? Ничего, так вот он руль, тапочки, телевизор, отработал смену, плюхнулся на диван. Никакого тебе джогинга. Надо людей держать в тонусе. Минздрав молодец, он прекрасно понимает тему, он знает, с какого боку зайти, чтобы человек наконец-то стал уже действительно оздоровленным. И вот по результатам пробежки вердикт о пригодности к рулю будет выносить не группа обособленных по кабинетам врачей, а специальный консилиум. Это будет группа присяжных врачей, во главе которой будет председатель комиссии, и он называется, вы не поверите, профпатолог. Это специалист по профессиональным заболеваниям. Поскольку, судя по всему, в Минздраве уже давным-давно все справки только покупают, и никто понятия не имеет, как выглядит настоящая шоферская медкомиссия, они как раз предполагают, что действительно еще в природе существуют отдельные кабинеты, и непригодные к управлению транспортным средством соискателем медицинской справки, обегают все пороги и в каждом кабинете что-то отстегивает. Такую вот взятку. И поскольку именно в кабинете кулуарно подобное действие и происходит, теперь будет нормальное публичное заседание, где соберутся все присяжные и председатель, соответственно, и они уже будут выносить вердикт. Это говорит о том, что ребята близки к народным чаяниям. Причем по логике Минздрава тут, во-первых, и гласность сыграет свою роль, и самое главное, что там будет полнейшая доказательная база собрана. То есть водитель предстанет с документами по каждому возможному профессиональному заболеванию, и если по какой-то причине комиссии покажется, что он недостоин медицинской справки, его направят на второй, на третий забег, чтобы еще раз он показал свою выносливость. И самое главное, ему могут быть назначены в приказном порядке не только новые врачи и обследования, но и сдача анализа. На сегодняшний день, если у нас кандидат водителей или соискатель медицинской справки приходит к психоневрологу или в наркодиспансер, то единственный способ его проверить, это подвергнуть его допросу без пристрастия. Поэтому его отводят в отдельный кабинет, там сидит специальный врач, который задает идиотские вопросы. А теперь будут анализы. Потому что если у вас скорость выпадения эритроцитов в крови не оптимальна, то вам куда, собственно, за рулем собственного Мерседеса? Вы что, в поток здоровом поедете? Это с какой стати? Ничего подобного. А если у вас соли в моче не те, это как это вам потом на грядку ползти в родных жигулях? И не, недопустимо. Ни в коем случае. Сначала, пожалуйста, вот здоровьтесь, поправьте, а потом уже за руль. Тогда уже можно будет ехать. И вот после того, как вам назначат дополнительное исследование дополнительных врачей, вы должны будете все это оббежать еще разочек, в месяц-то уж вы как-нибудь уложитесь, и приходите на следующее заседание. Там, опять-таки, собираются все присяжные, и под предводительством профессионального патолога они будут решать, можно вам или нельзя. И здесь тоже довольно любопытно. Кроме того, что они попытаются определить, насколько вы, например, пили или не пили, и что у вас там с наркотиками, что является, конечно, чрезвычайно важным, потому что, например, по сообщениям информационных лент отдельной строкой всегда проходят пьяные или обкуренные прокуроры, судьи, депутаты, полицейские, и, конечно же, именно им будет поставлен заслон. То есть пьяный прокурор, или, например, какой-нибудь там судья по фамилии Сас в дрезину пьяный, или какой-нибудь чекист в дрезину пьяный, который по встречке ехал и убил двоих, они, конечно же, естественно, предстанут перед присяжными заседателями медицинского консилиума, и, ну, само собой, они никак не пройдут. Естественно, они никак не пройдут, но поскольку как же можно будет купить-то анализы? Ведь анализы-то не продаются. Вот медсправка продается, а анализы, конечно же, не продаются. И, естественно, прокуроры, судьи, чекисты, они же по-честному пойдут. Они принесут все эти документы, и тем самым врачи, наконец-то, спасут нас от того, от чего нас милиция спасти не может, от неадекватных и нездоровых водителей за рулем. Это еще, опять-таки, полдела. У нас в отдельную категорию нездоровья выводятся бабы, и против женщин будет специальный медицинский взгляд и надзор. Значит, противопоказанием к тому, чтобы баба совалась на медицинскую шоферскую комиссию, является беременность. Беременность — это заболевание. В нашей стране это не просто заболевание, на него выдается обязательно больничный лист, и баба лежит дома, страдает до тех пор, пока не вылечится. Вот когда вылечится, тогда придет. Пока она беременна, она не имеет права соваться в принципе на эту медкомиссию, а также на медкомиссию в принципе никогда нельзя будет соваться диабетиком, им запрещено. А если человек хочет поводить, например, грузовичок, или хочет поводить автобус, то он не смеет быть ниже 150 сантиметров роста. Запретом на профессию является рост человека, с точки зрения Минздрава. Поэтому теперь на постах ГАИ, видимо, заведут линейку полутораметровую, будут замерять. Там дальнобойщик, ну-ка прыгни-ка тут, только посмотрят, что у тебя, а рост какой? Где же ты медсправочку-то родную купил? Ты что? У тебя запрет на профессию. А у нас ведь «Газель» — это легковая машина категории «Б». А вот, например, масса грузовиков типа «Додж-Рам». Ну, об этом после перерыва на новости. Так вот, добрая забота Минздрава о нашей безопасности за рулем, она в первую очередь касается всех, но по отдельным категориям граждан, выведенные в качестве потенциальной угрозы для общества беременные бабы и люди ростом меньше, чем полтора метра. И в том числе ведь женщины тоже у нас бывают иногда ростом меньше, чем полтора метра. Им будет пожизненно запрещено водить грузовики и водить автобусы. Значит, повторяю, «Газель» — это легковая машина категории «Б». «Хаммер H1» или, например, «Додж-Рам» — это в том числе в разных своих развесовках грузовик. И ему, то есть права вы на него уже не получите. Вот если, например, вы хрупкая девушка и по какой-то причине вам хочется «Додж-Рам», Минздрав считает, что «Пошел ты нафиг, дорогая!» Это опасно для тебя в первую очередь. Даже если ты не беременна, а ростом метр пятьдесят. Как известно, автобусную категорию можно получить после грузовой. И если у вас есть какие-то противопоказания по списку Минздрава, которые не позволяют вам ездить на грузовике, то тогда тем более вы никогда не сядете за руль автобуса. А какие машины у нас, например, бывают в категории автобуса? А вот, например, Ford Excursion. Это такой довольно большой, проще говоря, джип, в котором сзади две дополнительные лавки, и поэтому на них помещается, чисто умозрительно, очень много разного народа. Но эта машина идет по автобусной категории, хотя автобусом она не является абсолютно никакого бога, но только вот по нашим правилам. И к ней доступ тоже будет закрыт, потому что, ну а вдруг-то, например, маленького роста. А еще запретом на профессию, с точки зрения Минздрава, способной обезопасить всех нас, является невнятная речь. Ну, представьте себе, водитель самосвала. Как он может невнятно произносить заборные ругательства, прочитанные как раз на досках? Вот те самые из трех букв. Если он приехал на стройку с гастарбайтерами, языком международного общения у нас в стране что является? А он невнятно скажет, чью именно мать он имел в виду. И как он после этого разгружаться будет? И Минздрав пытается предотвратить эту коллизию. Поэтому только люди с ясной речью имеют право претендовать на медицинскую справку по управлению грузовиком. То же самое с автобусом. И не дай бог у тебя запинка в речи, как тебе после этого грузовик доверить? Или, например, автобус. Тем более, что в автобусах, вы, наверное, заметили, у нас в последнее время электрическая женщина, либо электрический мужчина все рассказывает. Какая остановка, куда, собственно, нужно идти, где выходить, а также, что куда платить. Там у него всегда хорошая речь. А вот у водителя, которого никто не слышит и не видит, у него должна быть эталонная речь диктора центрального телевидения. Что среди водителей, вообще-то, довольно регулярно встречается. В том числе и на маршрутках. Кроме беременных баб и вот этих несчастных людей, также в ущемленную категорию попали диабетики. Диабетику тоже нельзя ездить на грузовике. Диабетику тоже нельзя будет ездить за рулем автобуса. Запрещено. А также, например, женщинам с выпадением матки. Вот им тоже запрещено пожизненно ездить на грузовиках, ездить на автобусах. И если от беременности баба еще может как-то разрешиться и после этого все-таки сунуться на шоферскую медкомиссию и попытаться претендовать на что-то, на мотоцикл или, например, на грузовик или на автобус, то вот с ростом и с диабетом, конечно же, все. Это пожизненная забота о том, чтобы ничего подобного не произошло. И в том числе это, конечно же, навеяно событиями в Подольске, потому что, ну вы видите, безумные беременные бабы с утра до ночи норовят поуправлять автобусом и порулить самосвалом. И чтобы это предотвратить, конечно, не может быть никакого другого вывода. Общество должно смириться с подобной необходимостью. Минздрав, поскольку он великолепно осведомлен у результата своего труда и понимает, что редкая птица, долетая до середины Днепра, и мало кто в нашей стране бывает здоров после 40, вводит ограничения по возрасту. Если вам удалось дожить без особых серьезных неприятностей по здоровью до 40 лет, то тогда так уж и быть, вы должны проходить медкомиссию раз в 3 года. Если вы перешагнули рубеж в 40 лет и по какой-то причине еще живы, но вам не исполнили 60, тогда раз в 2 года вы должны пройти эту оздоровительную процедуру многокилометровой беготни по кабинетам, а также в судилище с профпатологом. А если вам удалось дожить, несмотря на старания Минздрава, до 60 лет, тогда вы должны оздоровительную процедуру медицинского освидетельствования проходить ежегодно. Из всего этого следует, что медсправку мы обязаны будем возить с собой. А милиционеры, соответственно, на посту ДПС, они будут стоять с линейками, замерять рост водителей, полтора метра или нет. Они должны будут, естественно, зорким взором присмотреться и сказать, слушай, дорогая, а вы часом не беременны ли? По-моему, вы что-то на втором месяце. А как это вы, справку-то получили? Права сдать машину на штрафстоянку и ползком отсюда, быстренько. Также должен быть на посту ДПС глюкометр. Это тот самый прибор, который замеряет количество, уровень сахара в крови у диабетиков, потому что именно он и позволит выявить диабетиков в потоке. И, в общем, все будут при деле. Результат вот этих всех неумных, но таких истерично-припадочных решений Минздрава говорит, во-первых, о том, что, как всегда, нам не повезло на отсутствие компетентных лиц. Ну, нету там компетентных лиц. Нету. Нету людей, разбирающихся, видимо, во-первых, не только в здоровье, но и в целом в такой неприятной процедуре, как освидетельствование, а также профессиональная пригодность. Причем профессиональная пригодность в данном случае в широком спектре. она уже касается не только нас, касается еще и их. И единственный результат, которого они добьются, это, конечно же, удорожание бизнесской справки. То есть эта услуга сейчас обходится где-нибудь рублей 800 и в один день. А теперь она будет стоить, ну, наверное, где-нибудь так тысячи полторы-две. И, ну, где-нибудь за пару дней можно будет обернуться. Хотя, в принципе, торговля анализами эта процедура настолько отработанная, что нет абсолютно никаких загадок, как именно пройти всех тех, кого вам, не дай бог, назначат. Конечно, у нас с вами есть еще слабенькая надежда, что, во-первых, все-таки в Минздраве не все безумны, а, с другой стороны, это как раз тот самый повод, когда можно общественно возбудиться и все-таки задать пару вопросов из серии. Давайте, во-первых, посмотрим и проведем медицинское освидетельствование на состояние вменяемости сотрудников Минздрава, разрабатывавших этот документ. А, во-вторых, давайте все-таки внесем несколько поправок. И в том числе потому, что коррупционная составляющая подобного подхода к нашему здоровью, она невероятно велика и очень прозрачна. К реальному положению дела на дороге это не имеет отношения, как всегда, никакого, а справка станет дороже. Против того, чтобы дороже, я не возражаю, потому что, ну, какая разница, кто тебя щиплет на пути к светлой мечте о собственном транспортном средстве, государство, как правило, является самым главным рэкетиром на этом пути, на нашей дороге. Мы к этому уже привыкли, и в данном случае удорожание процентов на 20-30 справки, это, как всегда, очень неприятно, но это наименьший из зол. А вот все остальное, то, что они наворотили в подобном документе, это, к сожалению, зло уже большое, зло уже серьезное. У нас 4 балла, это говорит о том, что мы с вами все уместно и неплохо катимся по своим делам. Телефон 6510996, и вы не поверите, на всех 100 сходящих линиях только один звонок. Здравствуйте, Василий. Добрый день. Часто очень слушаю ваши передачи, стоя в пробках, которые объявляют 2-3 балла, а на самом деле очень много. А на самом деле насмерть почему-то стоишь, как в глухом танке, и слышишь, что мимо тебя, оказывается, по этой улице все почему-то едут. Да, 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 да. Уже все поехали, а я стою. Да, почему-то. Скажите, Василий, а вы когда последний раз покупали медицинскую справку? Вы хоть одного врача реально проходили? Ни разу не покупал, ни разу не покупал. Все время прохожу ее. Ну, довольно-таки быстро на улице Марины Тарасковой. И там все, ну, быстренько эти кабинеты пробегаешь. Да, я знаю эти кабинеты. Я помню, как именно пристально там нас смотрят врачи. Я там справку купил за 500 рублей в течение 8 минут. Нет, ну я немножко побольше. Скорости не те у нас с вами, Василий. Я 25 минут и всех прошел. Да, замечательно. И там были как раз врачи, а вот теперь на шоферской медкомиссии будут другие врачи. И если там, на Марии Росковой, в каждом кабинете у вас был соблазн дать ему бутылку, то теперь, конечно же, мы с вами будем лишены. Гласность нас вылечит от этого порочного пристрастия покупать отдельно каждого врача. Ну да. Замечательно. Будет намного дороже. Ну, не намного, нет. Ну что, будет, конечно, дороже, потому что всех надо кормить. А мы же с вами понимаем, что одна из самых несчастных категорий врачей в нашей стране людей, это как раз врачи. Ну что ж, давайте скинемся, да. Полицаев мы кормим, ЖКХ мы кормим. Ну давайте их тоже покормим. Я, кстати, не против, я за то, чтобы врачи получали сполна. Ну, продавить из моего кармана. Лучше бы все-таки из государства. Ну что же делать, государство вот такими окольными путями идет. Вопросик можно вам по машинке? Конечно, конечно. Приобрел машинку такую, Chevrolet Cruze Universal. Ух ты. С каким мотором? Да, 1.8. Замечательно. Шестиступенчатый коробочкой автомат. Что можете про эту машинку сказать? Каких ждать пакостей? Там особых пакостей нет, но у этой машины есть там пара конструктивных особенностей. Например, там у нее начинают погромыхивать тормозные колодки спереди. Не потому, что это плохо, просто потому, что они умышленно так сконструировали. Ведь вы же обычно, когда едете в машине, вы не знаете, у вас тут колодки вывалились. А на Chevrolet Cruze, так же, как и на Opel Astra, он говорит, не-не-не, слышите этот родной звук? Нормально с колодочками. Ну, погромыхивает. Главное, что это не лечится ничем. Вообще, сам по себе Cruze очень правильно придуманная машина класса D, замаскированная под более низший класс С, что позволяет играться по цене. Мне вот у универсала, единственное, что не хватает, мне не хватает геометрии его грузового отсека. Потому что наклон пятой двери не позволяет, например, моей собаке ехать там, не прыгнув голову. Во всем остальном. Да, есть такое. То есть, они сделали аэродинамичный силуэт, очень модный и красивый. Нормальный салон, в котором четверо сидят хорошо. При этом, вы же сидите там, вот эта вот подоконная линия высокая, вы сидите там, как в том самом танке, там надежно, хорошо. Там есть шумоизоляция, там работает кондиционер и печка. Все, что надо для счастливой жизни за рулем. Да, на редкость шумоизоляция хорошая. И мотора хватает. Сколько бы ни ругали этот мотор, когда его прошили на Евро-4, он стал, конечно, не таким активным. Потому что по Евро-3 он, конечно, летал будь здоров как. Его 140 лошадей, у вас-то 141, ну, такие немножечко, чуть-чуть подзаморенные комбикормами. А вот 140. Евро-5. Ну, они всегда говорят, что это на ступеньку выше. На самом деле, конечно, верится уже в Евро-5. А вот 140, когда он был, он был четко по Евро-3. И летал он, и не ломался. И вот у вас нормальный, сбалансированный автомобиль. Плюс его в том, что это совершенно не машина класса С, как заявлено. Это машина класса D. То есть, это машина в типоразмере нашей Волги. И вот за это спасибо. Потому что вы-то ее купили сколько? Тысяч за 600, небось? Побольше. Побольше. 700 с лишним. Ну, да. То есть, вот хорошая комплектация. 700 с лишним. А сейчас посмотрите, как шикарно падают цены. Еще немножко. И Chevrolet в нашей стране начнет сдуваться по ценам. И все, кто пойдет вслед за вами, они эту же машину купят в полтора раз дешевле. Перерыв на новости. 65, 10, 9, 9 и 6. Евгения, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Спасибо за передачу. Даже с минимальным опытом вождения и понимания в автомобилях слушать просто с большим интересом. И поначалу у меня был вопрос по сравнению двух автомобилей. Но сама я под профессией доктор, всю жизнь работающая в системе московского здравоохранения, и семьи врачей. И ваше некоторое такое ерничество по этому поводу воспринимаю достаточно лично. Давайте, давайте поспорим. Смотрите, никто из наших граждан по поводу устройства здравоохранения на горбатый мост касками стучать не ходил. И не пойдет. Это проблема, ну так это ваши проблемы. Если вы хотите иметь такое здравоохранение, вы его и имеете. Если мы с вами хотим иметь такой инздрав и таких врачей, так как сейчас обучают в мединститутах, да так как сейчас работают доктора. Это проблемы ваши, мои, каждого из нас как гражданина. Но на мой взгляд, образование медицины касается любого. И поэтому ходить, да, стучать ногами и требовать именно этих двух качественных вещей должен каждый из нас. Пока не начнем, можем верничать сколько угодно. И вся проблема в том, что мы начинаем совершенно по-другому смотреть на проблему, когда это коснется «не приведи Господь Бог каждого в нашей семье». Вот тогда это выглядит по-другому. Вот смотрите, я отвозила машину на техосмотр и когда проглядывала счет, увидела стоимость 900 рублей. Спрашиваю, за что? Мне говорят, вам снимали защиту картера. Я говорю, позвольте, это что, за два винта открутить, прикрутить 900 рублей? Мне с обидой сказали, что за два, за четыре. Консультация врача, квалифицированного в Москве, стоит ну 700, ну 1000 рублей. Чего вы от нас хотите все? А врач высшей категории у нас сколько получает? В некоторых клиниках по 15 тысяч и все. Да, ну я думаю, в Москве вряд ли такое есть. Вы считаете, что зарплата в 60 тысяч, это реально то, что должен получать доктор? Ну, во-первых, он ее не получает. Контехник, приходя ко мне в дом, просит за элементарную работу полторы-две тысячи рублей. Как я себя должна ощущать, когда за мой труд, а я проработала 30 лет в медицине, 6 лет отучилась, 2 года ординатуры, куча специализации, я получаю тысячу рублей за консультацию. Ну о чем мы говорим? Но, Евгения, а почему вы выделяете проблему медицины как-то отдельно от государства? У нас в целом государственная система, у нас и образование, и здравоохранение, и страхование, и асфальтоукладка. У нас все криво-косо, и все некачественно. У нас государственная система такая. И почему, например, мы должны бороться конкретно на фронте медицинском, когда у нас во всем развал? Так нам в таком случае нужно, по-моему, менять государственную систему. Вот я спорить не буду. Вот каждое ваше слово это так. Но, на мой взгляд, любое полноценное государство строится на трех китах. Это моя частная позиция. Здравоохранение, образование, армия. И от этого костяка может нарастать мускульная система. До тех пор, пока мы не начнем со скелета, да, безусловно, голова у этой рыбы просто не внушает никакого восхищения ни запахом, ни видом, ни цветом. Особенно запахом. Что я спорить буду? Да, не говорите. Но, да, когда умирают люди, я не знаю, 30-40 лет в ситуации, когда можно было спасти, ну, может быть, это просто моя профессия. И поэтому я за это болею и переживаю. Может быть, это, как бы, доличностное качество. Но здравоохранение, образование, армия. Да. А теперь вопрос о машинах. Евгений, еще одна реплика. Вы когда на права сдавали, вы помните, ведь это, судя по всему, было не сегодня, но во все времена у нас обязательно каждый водитель сдавал билеты, в том числе медицинского характера. Вас, как врача, не изумляли эти экзаменационные билеты? Вы помните, что там было написано? Ну, очень смутно, хотя учила очень старательно. Честно сказать, меня по части устройства этого государства уже давно не изумляет ничего. Это да. Знаете, в чем парадокс? Мой отец работал председателем шиферской комиссии в советские времена, когда на всю Москву комиссий было две. Он был очень хороший хирург, царство ему небесное, да. И я точно знаю, как эту комиссию проходили тогда. Да, знаю, знаю. В те времена тоже были люди по звонку, как бы без всяких проблем, и тоже были допуски определенные. Я вообще не знаю, как должно быть это устроено, вот как это все должно быть правильно сделано, я не знаю. Я только знаю точно, что не так, как сейчас. Евгения, а есть несколько стран на свете, где вообще не существует проверки здоровья водителей на допуск к транспортному средству? Например, Америка. Ну, вполне возможно, это правильно, да, потому что на самом деле любой более или менее здравомыслящий и ответственный человек, понимая свое состояние, за руль не сядет. Но я встречалась в ситуации, когда дедушке 94-х лет требовалась справка медицинская, да. Когда я как врач, не имея к этому отношения, понимала, что я бы ему эту справку не дала. Даже для поездки от дома до дачи, которая составляет 7 километров. Ну, как бы, такое тоже бывает. Какие-то критерии все-таки, на мой взгляд, должны быть, но очень общие. Тут я с вами согласна. А еще есть такая страна Украина, которая тоже отменила медсправки. И есть такая страна Грузия, которая тоже отменила медсправки. И почему-то при их плохом автопарке. Но чем сильно отличается от нас Украина или нет? У них что, дороги? Ну, наверное, ничем. Ничем не отличаются. Ну, думаю, только уже. И что они, представляете, Евгения, и тем не менее, на Украине там нет техосмотра, там нет медсправки. Они что, все убились на своих драных жигулях? Ничего подобного. И грузины не все погибли. Не все грузины погибли за рулем. И ездят они. И без дорожной полиции ездят грузины. И без медицинской справки. И без всех остальных проблем. И вот это к разговору о том, как, например, образование выглядит. В Америке нет министерства образования. Но в американской университете едет учиться весь мир. А у нас есть министерство образования, которое нам рассказывает, кого, чему учить. И в результате вы видите, какие врачи приходят к вам сейчас. Это же катастрофа. Согласна. Согласна. Это также с мыслью относительно того, что чем меньше проверяющих и контролирующих, тем выше ответственность самого человека. Тем больше с него можно спросить. И тем проще нам с тем живется. Согласна. Наше государство очень любит колючую проволоку под током. Ну, еще и с охраной с собаками и ружьями наперевес. Да. Это правда. Это наша традиция, история. Это прискорбно. Но ведь мы же отсюда с вами не уезжаем. Ни в коем случае. Здесь живут наши дети и не хотим. Выходит, надо что-то делать. Выходит, надо как-то, может быть, там, я не знаю, я достаточно относительно в курсе болотной площади и так далее, и так далее. Но, может быть, не социальный протест, а протест о здравоохранении. Может быть, протест об образовании. Тематически. Да. Может быть, так. Здесь нет формального, как бы, да, повода цеплять своих граждан. Зато, понятно, о чем говорят, достаточно сходить в городскую поликлинику, чтобы возненавидеть всех нас раз и навсегда. Согласна? Евгения, вопросу, что делать, сформулированному товарищем Чернышевским, в этом году исполнилось 250 лет. Представляете? Ну, представляю, да. И мы с вами точно знаем, кто виноват в этой ситуации. Да, это тоже правда. Но, как бы, дети наши немножко другие, во всяком случае, мои. Вообще другие. Они достаточно конструктивно подходят к проблеме. Они ее структурируют, пытаются решать по частям. И, наверное, теория малых дел рано или поздно сработает. Да, как говорил Юрий Никулин, сделай счастливым одного человека. И тогда все в мире будут счастливы. Ну, я хочу надеяться, что у нас есть будущее. У моих детей есть будущее. Я хочу надеяться. Я тоже хочу в это надеяться. К счастью, наши дети растут, на самом деле, непуганными. Это огромный плюс перед нами. Да, это правда. Согласна. Опять-таки, согласна. Нечего возразить. Пусть так и будет. Да. Евгения, что у нас с вами на автомобильном поприще? Ой, вы знаете, очень сложный вопрос. Я, на самом деле, совсем недавно села за руль. У меня всего пять лет стажей. Первая моя машина была «Шкода Фабия», которую я обожала. Ну, я поездила на ней несколько лет. Потом на ней поездила моя дочь. Мы отдали моего мальчика в очень хорошем состоянии. Я купила себе «Мазду» тройку «Хэтчбэк». Да, прекрасная машина, потому что я не гоняю по дорогам. Да, у меня в основном поездки внутри города и иногда на дачу или за город довольно недалеко. Я стала понимать, что эта машина низкая. Да. Что я бью все время бортами, где не надо, да, и коцую, прошу прощения за сленг, свой бампер. Я поняла, что мне нужно что-то повыше. Поскольку у меня нет никаких особых претензий, я ориентируюсь скорее на дизайн автомобиля. Но понимаю, что это не единственная характеристика вот в этом механизме. Поэтому я смотрела-смотрела на мини-кантримен. Это машина, которая внешне мне нравится больше всего на свете. Да, красавица. Но это дорогая машина. А есть тут еще Opel Mokka, который, может быть, внешне не настолько чуден и дивен, но вполне приемлем по цене, предлагается в больших очень там вариантах комплектаций. И, кроме всего прочего, моя дочь пересела на Opel Astro в восторге от этого автомобильчика. Достаточно дешево обходятся и техосмотры, и обслуживание машины. И вот я в таких метаниях души. Какой же из этих автомобилей лучше для моих целей? Хотела проконсультироваться с вами. Евгения, скажите, у вас Фабия был мальчик, а Мазда у вас была кто? Девочка. Она девочка. Они по характеру разные совершенно. Шкодик был Шкодиком. Он брал с места. Он выкручивался из любой ситуации. Его невозможно было потопить ни в снегах, ни в болотах. Он вылезал как-то из всего. Даже при минимуме опыта водительского. Он был надежен до невозможности. За три года езды он меня ни разу не подвел. Хороший мальчик какой. Да. А он хвостиком вилял, когда вас видел? Ну, практически. Вы можете как угодно говорить, но, на мой взгляд, все-таки этот механизм определяет своего хозяина. И доброе к нему отношение, вот к автомобилю, оно что-то значит. Я не знаю, я такой немножко мистический в этом плане настроенный человек. Абсолютно правый. Именно так и есть. Потому что по-другому просто не дано. И вот это как раз и чувствуется, что первым это был мальчик, потом была девочка. А девочка, она была все-таки пониже, пожиже, пожиманнее. И с ней было сложнее. И тут она бочком прилегла. И тут она животик поцарапала. И, в общем, как-то уже... Ну, я сказала, что она стерозная немного. Да. Немножко такая. Я боялся этого слова. Шустрая. Она такая временами... Она мне диктует, что я делаю. Гадкая девка. Ну, ладно, ладно. Не надо так про женщин. Они бывают очень даже разные. И она тоже бывает разная в разных ситуациях. Еще бы. Вот так, да. Вот такая вот история. Так вот, смотрите, какая штука. Вам на самом деле очень правильное направление задано. То есть красота машины – это лучший ключ к налаживанию взаимоотношений. Поэтому та машина, которая вам нравится больше всего, вы ее будете любить. Она будет любить вас. И критерий. Техника практически у всех одна и та же. Четыре колеса, коробка. Особенно правильно то, что вы потихонечку присматривались к полному приводу. Эти машины повыше, поудобнее. Но главный критерий – это красота. Мокко, если вы ее будете брать, только полноприводную. Это поможет. Но еще полноприводных. Есть, например, Куга. Весьма симпатичная машина. Ага, он на поллимона дороже. Он, гад, дорогой. Хороший комплект. Хороший. Мокко тем и берет, что она маленькая, ладненькая, полноприводная. И, в общем, ничего себе. Вы просто знаток женской души. Но вам он настолько нравится? Или Countryman лучше? Countryman мне нравится просто визуально. Во-первых, почти все машины похожи друг на друга. Отличаются по дизайну очень небольшое количество машин. Мне все-таки нравятся вещи с лица необщим выражением. Правильно. А это такой особо стоящий дизайн. И она какая-то стильная очень. Ну, вот слово, может, такое затертая, но правда. Потом я посмотрела на дороги эти машины. Они очень юркие, шустрые. Там очень мощный мотор. Там очень мощный мотор. Вы наступаете на педаль, и она, как резиновая женщина из анекдота, свистнула и улетела куда-то. Несмотря на то, что называется Countryman. Ну, в общем, вы склоняетесь тоже в эту сторону. Я так понимаю. Евгения, вы очень правильно цените красоту в машине. Поэтому просто приглядитесь под разным, что называется, ракурсом и остальным, а потом пойдите, купите самую красивую из них. Скорее всего, это будет Countryman. Он того стоит. Я поняла. Он того стоит. А зато он будет мальчиком, и он будет вас очень любить. Евгения, вас любить – это правильно. Не любить вас невозможно. Новости. Телефон Сергея Асланяна, 6510996. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, очень рад, что дозвонился. Да, довольно быстро получилось. Вот, как удача-то иногда в руки прямо бросится. Вы на кнопочку, а оттуда удача. Да, немножко терпения, и я в эфире. А скажите, Александр, вы как с медсправками обходитесь? Ой, я уже давно, знаете, давно не обращался в эти организации. Когда-то я ее получил, и вот с тех пор она у меня есть, и ей уже, наверное, срок прошел. Я, честно говоря, туда даже не заглядывал. Три года у нее срок действия. А? Три года срок. Три года, да. Вот, получал я, вот, по-моему, последний раз, когда у меня были украдены все документы, вот. Это было в 2004 году. О, из этого следует, что... Короче, я нарушаю все мыслимые и немыслимые правила. Нет, почему же? Пока вы не должны проходить каждые 15 секунд на волю Минздрава, медосвидетельствование. Поэтому это говорит только о том, что вы техосмотр проходили по лукавой схеме, как, собственно, в нашей стране и принято. Ну, техосмотр, да, собственно говоря. Вот, да, вы знаете, да, вот, в последнее время в основном новые машины как бы брал, да, и техосмотр довольно легко проходил. Мне, по-моему, даже не спрашивали там медицинская справка. Да, сейчас уже не спрашивают, просто еще несколько лет назад такая норма была, и поэтому приходилось как раз при техосмотре показывать медсправку, доказывать, что здоров не только твой автомобиль, но и ты сам. Теперь уже это отменили, и Минздрав прекрасно понимает, что огромное количество людей и прочих дармоедов осталось без средств к существованию, по крайней мере, без сливочного масла на белом хлебе. И нужно как-то их накормить. А поскольку Минздрав не может предложить ничего разумного, он уже давно не может ничего разумного предложить, он пытается реформировать вот какие-то очень странные подводные финансовые потоки для того, чтобы переспределить их в нужную сторону. Ничего другого здесь нет, потому что к здоровью это отношение, конечно, не имеет, ну, как и, в принципе, Минздрав не имеет отношения к здоровью. Ну, это давно всем ясно. Лишнее подтверждение. Тут трудно возразить. Да, да, да. Вот, я вообще вот с некоторых пор слушаю вашу передачу, мне она очень нравится, уважаю ваше мнение. Спасибо. И вопрос по машине, как бы, да, вот. Да, у меня, я вообще покойник немецких машин, у меня в основном всегда были немецкие машины, вот, начиная там со второй джет и потом... Начиная с ботинок фирмы Саламандр. Да, да, да. Потом был у меня Passat B3, правда, вот, был переживчик, Ford у меня был второй, дизельный, вот, но потом я опять перешел. Кроссовки Nike затесались. Да, да. Вот. И, в общем, сейчас вот я как бы, ну, считал, всегда считал, и пока считаю, вот, не знаю, как вы на это отреагируете, что это, ну, в общем, достаточно надежные машины, марка Volkswagen, в общем-то. И вот последнюю, да, вот Passat я выбирал, как бы, по этим критериям, да, по надежности, по их, как бы, вот, такой вот прочности. Выбрали? Ну, выбрал, вот, езжу и, тем не менее, вот, слушая вашу передачу, слышал какие-то нелестные отзывы об этой марке. И испугались? Я просто, вот, не испугался, но просто хотелось бы уточнить. А у вас B7? B7, да. А мотор какой? Ну, этот вот самый 1.8 TSI. Ну, TSI, в общем-то, он, в общем, более-менее нормально справляется с этой работой. И это же все-таки не TSI-вская серия, которая, ну, совсем не удалась. А у TSI, ну, целых 50% этих моторов не имеет никаких претензий со стороны клиентов. Но у Volkswagen сейчас реально тяжелые времена, потому что качество у них упало, ну, не до жигулевского уровня. И когда вот мы говорим о том, что что-то стало хуже, это не значит, что оно деградировало до гробовой доски автоваза. Нет. Так низко пал и сякам никогда не падают. Но вообще по Volkswagen тоже довольно много нареканий появилось в тех местах, где раньше не было. И по коробкам, и по двигателям. Сколько ваш пробежал? Ой, да мне немного. Она, ей года нет еще. Это 11 тысяч всего. Ой, ну, это же счастье. Это же выросшие за плечами крылья. Вы садитесь в это великолепие. Вас там все устраивает. Вам же удобно, как будто вы сами эту машину лепили под себя. Вы же туда сели, привыкать не пришлось ни к чему. Нет. Меня эта машина как бы устраивает, да. Ну, вот двигатель 1.8, да, вот 152 лошадиные силы TSI. Ну, я спрашивал, в том числе у сервисменов. Они говорят, что, в принципе, этот двигатель уже давно, он отработан. Вот. Правда, у меня был вот, когда я только взял ее, поездил, я как бы не обращал внимания на масло. Ну, езжу, езжу. А потом смотрю, у меня кнопочка замигала. Проверьте уровень масла. Проверил. Масла совсем мало. Ну, естественно, я долил. Потом, когда у них спросил, они говорят, да, у них есть такая болезнь, вот они кушают масло. Вот эти двигатели. Много лет назад, когда мы с вами еще катались на Audi 43-й, на 44-й сотке, я прочитал в инструкции по эксплуатации к этому автомобилю, что допускается утечка масла 100 миллилитров в сутки. Ну, это да, это я помню, есть такая, в инструкции пишут об этом. Типа не пугайтесь, ну, подумаешь, ну, вытекла маслица. Вот если не вытекла, либо его там уже давно нет, либо у вас все в порядке. А так немцы вообще очень щедро относятся к поливу маслом дорог, и ничего в этом такого не видят. Ушло один раз, ну, дальше, конечно, нужно посмотреть, чего она там будет. Ну, сейчас вот я проверял, сейчас как бы уровень держит. Устоялось. Да, устоялось, может быть, притерлось все там. И вот еще тогда вопрос, вот, стоит ли его чиповать этот мотор, чтобы он помощнее был. А зачем? Вот вам зачем? Ну, мне, в общем-то, незачем. Мне 57 лет, я езжу довольно спокойно, вот. Ну, я просто слышал об этой системе. Можно. Да, вот, и как бы люди ездят и говорят, что очень здорово. Не знаю, ну. Это, конечно же, можно сделать, потому что двигатель позволяет и по ресурсу, и по своим характеристикам, он как раз и предназначен для того, чтобы на другой машине встать с другой мощностью и показать совершенно другую отдачу. Но зачем? Ну, в общем-то, незачем. Вот в том числе дело, что нерационально. Вы, конечно, выиграете в этом. У вас через какое-то время наступит момент расплаты. Это неизбежно, потому что физику обмануть не удастся. Тем более, что у вас довольно тяжелая машина. И вот для того, чтобы таскать эту массу, вам важна не столько мощностная характеристика, сколько по крутящему моменту. Конечно, крутящего момента вам хватает. И вторгаться в этот баланс я бы не стал. Именно потому, что, знаете, вот, например, в моем возрасте, а мне 47, мне тоже почему-то не кажется нужным лететь оголтело. А когда мне нужно быстро, я нормально могу. Ну, на Матисе я могу ехать 140 км в час. Хотя, возможно, что Матис об этом даже не догадывается. Хватает, хватает. На Пассате, в Пассате же главное не это. В Пассате главное как раз вот то, что куда ни посмотри, везде достаточность продуманных решений. Руль удобен, сидение хорошее, микроклимат правильный, посадка эргономичная, обзорность оптимальная. Вот ко всему этому грамотно сбалансированному автомобилю, ну, зачем еще добавлять каких-то резких выпадов. Вы сели в седло и поехали. Зачем вам длинные шпоры и жесткий трензель? Вы им сюда пользоваться не будете? Нет, ну, я просто вот в качестве такого как бы вопроса на любознательность. А так, в общем-то, я, конечно, не буду это делать. И зачем? Александр, знаете, вот как раньше было, когда мы с вами, условно говоря, встречались в гаражах возле наших Жигулей и как-то обменивались приятными мыслями. А вот не купить ли мне себе брызговички подлиннее? А может быть, рамочку под номером? А, кстати, антенну я тут интересную видел. А вот там вот у ребят чехольчики хорошие шьют. И мы, как правило, не реализовывали эти свои порывы, но неплохо их обсуждали. Вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся, это как раз и есть очень важная шоферская составляющая, которая из нашей жизни ушла полностью. Потому что, а с кем еще можно поговорить? Вот так вот спокойно из серии давайте взвесим, а вот чипануть, а может быть, не надо. Это, к сожалению, уходит. А вот нашим детям и нашим внукам это будет вообще непонятно, потому что у них момент общения уйдет к стойке приема заказа снаряда. И все. И по ту сторону будет стоять безразличный человек, которому не важно, что ты думаешь, по какому поводу. Да, ушли те времена безусловно. Александр, а вы в свое время машину с собственными руками туда-сюда чинили, перебирали? Ой, нет, вот этого как бы не было. Я вообще, ну, лет 15 как машину вот. И начал, в общем, сразу с импортных, вот с джета. У меня была первая машина, поддержанная джета вторая. Поэтому я как бы туда даже, ну, сильно и не лазил. А джета вторая, кстати, с каким мотором была? 1.6. О, это, кстати, вот тот самый мотор 1.6, который по сию пору у них в строю, и на котором катается наш полу-седан. Это вот он самый. И джета современная, кстати, нынешняя, 2013 года выпуска, она с тем же самым мотором 1.6. Он, конечно, уже получил совсем другой впрыск, у него уже фазы впуска-выпуска другие, но это он родной. Ну, хороший мотор, кстати. У меня он был на... Я ездил на Туране, вот у меня был Туран с этим мотором. И, в общем-то, я был очень доволен. Он меня ничем не обижал. И как раз вот масло он не кушал. Он вообще таскал очень хорошо. Он, да, таскает хорошо. И вот сейчас его ставят, например, на Шкоду. Он на Октавиях и отлично себя показывает в такси, потому что ресурс у него чумовой. Тяги хватает. Его там небольшого количества лошадиных сил, потому что у него разные степени форсировки. Там, например, 105 лошадиных сил, а его хватает. У меня там было 102, который у меня был. Да, ну, знаете, там оно есть и 102, и 103, и 104, и 105, и 106, и 107. Но, вообще, мотор это все один и тот же самый. И он совершенно замечательный. Мне вообще рассказывали одну историю. Вот я как-то заезжал на Шкоду, да. Ну, просто вот посмотреть. И там пришел сервисмен и консультанту говорит, слушай, сейчас приехала Октавия с двигателем 1.6, прошла 500 тысяч. Мы, говорят, ее вот проверили, двигатель как новый вообще. Вот они просто все в шоке там были. Особенно на наших-то маслах. Это действительно странно, но это респект двигателю. 500 тысяч, совершенно грандиозный пробег. Понятно, что, скорее всего, она была машиной такси, и вряд ли водитель ее сильно любил. Но даже при таком отношении убить не удалось. Вот ведь бывает же. Ну, вот был такой случай, да. Спасибо, Сергей. Ой, Александр, спасибо вам, получил удовольствие. Это вот как раз те самые приятные разговоры в гаражах, которые из нашей жизни ушли, без которых мы в ближайшее время научимся обходиться, потому что собеседников все меньше. И, в принципе, уже не хватает ни времени, ни силы для того, чтобы приятно пообщаться друг с другом. На сайт пришел вопрос из Ижевска от Евгения, что бы ему такого купить, кроме CX-9, либо самого CX-9. Сам по себе CX-9, это очень неплохой легковой автомобиль, но у него столько аналогов, потому что за 2 миллиона можно купить половину мира. До завтра.